Сегодня мы открываем выставку, в которой объединяем две темы – бадминтон и космос. С темой бадминтона я, как художник, соприкасаюсь уже давно. Вместе с авторами Марии и Александрой мы ездим на зарисовки с натуры, на чемпионаты, на тренировки. Нас восхищает пластика движения в этой игре, и нас восхищают сами спортсмены, свои силы и движение вперед, к новым вершинам. И мы увидели общее между спортсменами и космонавтами – именно движение вперед, все время вверх. И хотели показать это в нашей экспозиции. Символом этого движения вверх становится валанчик, который присутствует у нас во всех работах. И помимо этого каждый автор показывает свои мысли на тему космоса. Например, у Марии Суворовой это тема движения, динамика самих космонавтов. А у Александры Суворовой это тема ботанических опытов в космосе. Хочу сказать большое спасибо Музею космонавтики за такую прекрасную возможность. Приглашаю всех на это интересное мероприятие. Мы открываем выставку работ очень интересных художников, работ, которые посвящены, как ни странно, казалось бы, на первый взгляд, где музей космонавтики, а где бабминтон. Но я вам скажу, что бабминтон – это настоящий космический вид спорта. И недавно мы атрибутировали достаточно редкую фотографию. На фотографии изображены первые космонавты, участники первых космических полетов. И Юрий Алексеевич Гагарин, и Герман Спанштитов. И они с бабминтонами, с ракетками, они играли бабминтон. И космонавты до сих пор играют бабминтон. И вот этим вдохновением художники, собственно, написали эти картины. И мы решили, что они очень достойно впишутся в один из залов. Вот чтобы у людей просто такая была взаимосвязь. Бабминтонный космос – это нечто, что-то общее. А если посмотрите еще и на афишу этой выставки, то вы увидите в ней стремительный валан, который летит куда-то в космос. И сразу, в особенности смотреть после уже, после осмотра экспозиции, ты понимаешь, что сразу первая ассоциация – это ракета. Это ракета, летящая в космос. Вот бабминтонный космос. Пусть это останется у всех в памяти. Бабминтонный космос.